Приветствую, зритель! Честно сказать, я был приятно удивлён несколько месяцев назад увидеть возвращение классических черепашек из 90-х. Да, и снова компания-издатель Dotemo, подарившая нам очень даже неплохой Streets of Rage 4, теперь захотела возродить ещё одну легенду конца прошлого века. И выбор её пал на черепашек-ниндзя. Что же, буду с нетерпением ждать Revenge of the Shredder, и как только она выйдет, выпущу на неё специальный свежий обзор. А пока что я хотел бы поведать вам о давней легенде из 90-х годов, которая по праву заслужила отдельного местечка в сердцах игроков и до сих пор считается эталоннейшим битэмапом по франшизе черепашек-ниндзя. Эта игра имеет три ипостаси, и одна из них, между прочим, стала моей первой видеоигрой вообще в жизни. Как многие уже поняли, речь сегодня пойдёт об игре Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, выпущенной на аркадные автоматы в 1991 году компанией Konami и её двумя портами, на SNES и SEGU, конечно же. Давайте же вместе снова окунёмся в то дивное время, когда черепашки были зеленее, Shredder человечнее, а образ April ещё не был извращён всякими меньшинствами, которых вообще не спрашивали. И Konami ещё тогда не скатилась к Ебени Фене на самое днище. Вот. В частности, рассмотрим Сеговский порт, поскольку к нему у меня, наверное, как и у большинства, особо тёплые чувства. Рекомендую хорошенько затариться пиццей, устроиться поудобнее и ощутить черепашью силу. Приятного просмотра. Итак, начать хотелось бы, как всегда, сначала, лоу. Существовал один пятилетний парнишка, которому однажды довелось увидеть, как его старший брат режется в нечто такое, что навсегда изменит его жизнь в будущем. Зелёные черепашки, вооружённые различным оружием, начиная от катан и заканчивая кинжалами сай, которые я в детстве называл вилками, разносят направо и налево разноцветных болванчиков под нереальный 16-битный саунд. Да, таково было моё знакомство с черепашками ниндзя, да и вообще со всей индустрией видеоигр в целом. Вот уже много лет эта искренняя любовь к видеоиграм, привитая Сегой и Соником, является моим хобби. Именно с этой игры всё началось. И сегодня я собираюсь поведать вам о ней. Всё, что только можно. Ну или хотя бы самое важное. Прежде чем мы вернёмся к Сеге, начать хотелось бы с истоков, а именно с игры на аркадные автоматы. На волне успеха первой аркадной игры о невероятно популярных тогда черепашках ниндзя, мультсериал, который в те годы уже был на пике и переживал свою золотую эпоху на западе, было решено создать сиквел аркадных приключений, сделав его лучше во всём своего предшественника. Идеей сюжета поспособствовала недавно законченная культовая трилогия «Назад в будущее», в которой очень даже гармонично были реализованы путешествия во времени. Да, тогда временные перемещения были очень популярной темой. Понимаете, чтобы удачно реализовать механику путешествий во времени и не наделать полной хрени сюжетом, нужно очень сильно постараться, ну или поступить так же, как в Канами, в случае с сегодняшним пациентом. И вот 18 сентября 1991 года, во времена, когда до распада Советского Союза оставалось всего 3 месяца, на свет появилась, возможно, самая лучшая игра про черепашек-ниндзя всех времён и народов. Дамы и господа, с гордостью представляю вам Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Оригинал был выпущен на аркадных автоматах, которые даже в те времена, в некотором роде, превосходили 16-битные консоли в плане графики и музыки, поскольку их железо могло это позволить. Игра встречает нас с предупреждением ФБР о вреде наркотиков, и на самом деле это не первый раз, когда я вижу подобный логотип в старых играх. Тогда такое было не в новинку. Игра вообще, даже начальной песенкой, намекает нам, что лучше есть вкусную пиццу, чем ширяться всяким дерьмом. Тут, как говорится, базару нет. После заставки ФБР идёт неплохое слайд-шоу, в виде игровой заставки, на фоне которой играет музыкальный трек Pizza Power, который и является заглавной темой данной игры. Она, к слову, была позаимствована с живого концерта TMNT Coming Out of the Shells Tour. Это далеко не последний раз, когда мы услышим эту душевную песенку в игре. Но о музыке поговорим чуть-чуть позже. Итак, плавно переходим к сюжету, с которым, блин, вообще не заморачивались. В общем, на Острове Свободы происходит какой-то фестиваль. И наша уважаемая Эйприл везёт оттуда прямой репортаж, который наши черепахи зырят по телеку. И тут, как гром посреди ясного неба, появляется Крэнк, который ворует Статую Свободы на глазах у всех. Нет, ну вы только вдумайтесь, ворует Статую Свободы. Не какое-то там супероружие или артефакт, как это было в мультсериале. Статую Свободы. Зачем? Почему? С какой целью ему понадобился символ Нью-Йорка? Быть может посмеяться над городом? О да, это ведь в стиле простых как валеных злодеев того времени. Вон даже Шреддер появится в эфире, чтобы лично кекнуть со всех жителей. Ну а наши черепахи опять берутся за дело. Причём здесь путешествие во времени, спросите вы. А я отвечу, не спешите. Важно то, что про Статую Свободы вы гарантированно позабудете до самого конца игры. Она вообще здесь никакой роли не играет, а игроки будут руководствоваться лишь целью надрать зад Шреддеру и Крэнгу. И первый уровень у нас... Биг Аппл. 3 АМ. Да, как многие гуманитарии уже поняли, Большой Яблоко это Нью-Йорк. А 3 часа ночи это самое время для черепашей силы. Да, не удивляйтесь, что черепах задействованы все 4. Аркадные автоматы позволяли играть в такие игры на 4 игрока. Главное, чтобы карман был достаточно широким. А карманных денег с сэкономленных школьных завтраков у американских школьников было достаточно. Не удивляйтесь, что на экране будут задействованы сразу 4 черепахи, и порой вести себя они будут как дебилы. Я постарался максимально наглядно показать, как примерно выглядел геймплей за всех четверых тогда в аркадных залах. А кроме как идти вперед и бить все, что движется, от игроков здесь более ничего не требуется. Главное, чтобы монет хватило, ведь эта сволочь капец как любит денежки. Действие уровня происходит то ли на Бруклинском, то ли на каком-то другом мосту, где проходит железная дорога и ведется стройка. И сразу же хочется отметить, насколько в этой игре плавная и шикарная графика. Краски сочные, фпс достаточно, анимации плавные. Каждая черепаха, к слову, имеет свой набор анимаций. Микеланджело, например, может тупо присесть и начать угорать, а все остальные то и дело проделают финты со своим оружием. Футовые солдаты также хороши. К слову, каждый из них, в зависимости от цвета, вооружен своим собственным оружием. Лиловые, например, как и в сериале, стандартные болванчики, которые дерутся в рукопашную. Розовые бросаются сюрикенами. Красные кидают кунаи, синие вооружены мечами или камертонами. Зеленые стреляют из лука, серые вооружены каким-то подобием нунчаков. А желтые, на мой взгляд, самые неприятные. Орудуют острым ю-йо бумерангом. По ходу дела, нам будут мешать строительные гири, которые дамажат и врагов, а также придет и поднастрет нам сам Крэнк. В конце уровня мы встретимся с Бакстером Стокманом в виде человека-мухи. На заднем плане будет виден остров свободы без статуи, все по канону. Сам Бакстер босс нетрудный и забивается на изи. В конце боя он просто помирает. Ну окей. Следующий уровень называется Блюз Переулков. И по силуэту не все далеко поймут, кто будет боссом на этом уровне. Сам уровень представляет из себя типичный грязный переулок. Тут будет и музорный бачок, и подъезд, напоминающий мой, и болванчики, которые бросаются канализационными люками. А также... Дааа, как же я обожаю это делать. Еще не раз вернусь к этому гидранту в обзоре. Также на этом уровне встречает нас вот такая пицца, которая дает трехсекундную неуязвимость вместе с головокружительным весельем. Видимо, именно такой эффект бывает с самой острой пиццы у черепашек. Страшно, наверное, есть ее вместе с ними. Пицца Пауэр Хули. В конце уровня выясняется, что босс никто иной, как Мэттл Хэт. Поехавший робот, которого создал Донателло. Он парочку раз появлялся в мультсериале. И после победы над ним мы видим, как тот взрывается с той же самой анимацией, как и в одной из серий мультсериала. А затем в очередной раз наблюдаем победную стойку всех четырех черепашек. Блин, как же это потрясно, прямо вот духом старой школы повеяло. А вот следующий уровень врезается в память уже более основательно. Дааа, многие здесь уже успели понять, что сейчас будет. Дамы и господа, представляю вам визитную карточку этой игры. Единственный и неповторимый, легендарный и шедевральный. Я, конечно, уже знал про этот уровень и с Нессовской версии, а также миллион раз играл в его сеговский аналог. Но когда я увидел его в аркадной версии, у меня глаза на лоб полезли. Такой красивый палитр в сочетании с невероятной музыкой и бодрым геймплеем я видел мало в каких играх. Уровень представляет из себя своеобразный заезд по канализации Нью-Йорка. И что хочется сказать, если уж в Нью-Йорке такие красивые канализации, то и черепашкой ниндзя не стыдно здесь побыть. Теперь о самом уровне. Тут нас встретят легендарные пицца-монстры из сериала, фут-солдаты на досках, а также ловушки, выводящие черепах на легендарные... В конце этого уровня на аркадном оригинале нет босса. Зато есть шреддер, который с помощью, видать, глаза Сарлата перемещает черепах во времени. Вот с этого момента игра начинает оправдывать свое название. Все дальнейшие уровни, кроме последнего, черепашек будет швырять в разные эпохи, прошлого и будущего, туда-сюда. А первым делом их закидывает, конечно же, в прошлое. Доисторический уровень, неплохая цветовая палитра, футы, катающиеся на динозаврах и многое другое. Также именно здесь появляются каменные солдаты Кренга, о которых мы еще поговорим позже. В конце уровня находим скалу, из которой высекали лицо Шреддера, и сражаемся с Цементменом, который опять же появляется в сериале. Далее черепах закидывает в 1500-е годы, в золотой век пиратства, на пиратский корабль с носовой фигурой в виде Шреддера. Блин, да эти футы уже успели все прошлое засрать под Шреддера. Да уж, с тщеславим у этого фрукта явные проблемы, раз тот приказывает своим солдатам оставлять свои памятники в прошлом. Прорываемся через пиратский корабль, кишащий говнюками, и на мостике нас встречает только Иракзар, супермутанты из фильма. Начинается шторм, и прямо во время дождя нам придется одолеть их обоих. Забавно видеть, как при поражении тока вновь становится обычной черепашкой, а Иракзар собачкой-терьером. Далее временные потоки закидывают нас в, наверное, самый эпичный и интересный уровень в этой игре. Мой любимый, кстати. Он называется... Эээ, похорони мой панцирь в раненом колене? Я чего-то не догоняю, или это какая-то отсылка? Так, неважно, главное то, что нас переносит в конец 19 века, во времена Дикого Запада. А что у нас было на Диком Западе? Правильно, стрелки и разбойники. А что грабили стрелки и разбойники? Опять в точку, поезда. Весь уровень представляет из себя прорыв через товарный поезд, который был захвачен солдатами Фуд. Но тут они с лошадей будут прыгать и маскироваться под клинтов Иствуду с пончо. И блин, что-то мне этот уровень напоминает. Ах да, конечно. Кстати, стоит отметить разнообразие вагонов этого состава. Тут нам и обычный товарный вагон, и цирковой, и вагон с почтой Соединенных Штатов. В конце, то есть в начале состава, нас будет поджидать Кожеголовый, как вы уже успели понять силуэта. Ну, у него есть шляпа, и он наиболее подходит по сеттингу к Дикому Западу. К слову, этот засранец именно в аркадной версии довольно потный, в то время как в портах он будет полнейшим заскриптованным лохом. Он будет тыкать за точкой, бить хвостом и кулаками, а нам, в свою очередь, нужно будет отметелить его вчетвером. И вот спустя полчаса он, наконец-то, помирает. Как и Стокман. Ну окей. Черепах снова переносит во времени, а нам показывает лицо машиниста, на поезде которого только что произошел самый масштабный махач в его жизни. А затем на его же глазах четыре черепахи опиздюли гигантского аллигатора. Это, блять, что такое было? Далее, черепах закидывают в тогда еще далекий 2020 год, на уровень... Неон Найт Райдерс! Что ж, сейчас заканчивается 2021, а потому давайте глянем, каким предыдущий год показали в игре. Хмммммммм... Чет не то. Эх, чувство, что человечество на каком-то этапе свернуло не туда. Тем не менее, уровень... Во! Музыка! Во! Антураж! Нуууу... Вы и сами все видите. Мы будем ехать на магнитных досках из назад в будущее по длиннющему шоссе под звездным небом, наблюдая, как в стороне от нас отдаляется огромный футуристический город. Шоссе, звезды... Не, что-то в этой игре мне все слишком о многом напоминает. В конце пути черепах настигает птица, нет самолет, нет, это суперкрэнк. Да, сам крэнк решил вступить с нами в бой прямо на огромной скорости. После поражения он заявляет, что мы заплатим, а черепах опять выбрасывает в будущее. Теперь уже 2100 год. Там, где ранее не было черепах, теперь они есть. Звездная база является последним уровнем в игре. Действие вроде как происходит в измерении Х. А это значит, что нам придется снова столкнуться с крэнком. Уровень напичкан различными ловушками и каменными солдатами. В конце нас встретит крэнк на НЛО. Он будет телепортироваться по полю битвы и скидывать на нас мелких роботов-флокеров, которых лично я называю сраными горшками. Помимо этого, этот говнюк будет запирать черепах в мыльные пузыри. А Шридер по Дискорду будет наблюдать за всем этим сквозь время и угорать с того, как мы получаем пизды. Ну ничего, терка для сыра, недолго тебе осталось. Одолев крэнга, ну что, не до смеха тебе теперь, да? Сквозь экран открывается портал во времени, который перемещает черепашек домой. Назад в 1991 год, прямиком на технодром, где должна состояться последняя битва. О, статую свободы, лично я про нее совсем забыл. Появляется Шридер, пафосно спускаясь с полета, а затем резко сбрасывает свой плащ, хватает световой меч и Аки-Палпатин влетает с ноги в нашу четверку. Только черепахи не лоховские джедаи и дают отпор ведроголовому. К слову, сам Шридер особо и не будет сопротивляться. Ну помахает мечом, ну постреляет странной магией из шлема, ну помашет вертушками. А в итоге все равно споткнется и... Да уж, эта статуя что из попьемаше сделана, раз ее так легко тягает какой-то дирижабль. Вот и все, такая вот была аркадная версия черепашек ниндзя во времени. Далее мы увидим финальную картинку в виде черепах, летящих на своем дирижабле под ремикс той самой пицца пауэр из начальной заставки. Эх, какие же ностальгические чувства у меня вызывает эта картинка вместе с мелодией. Особенно в сеговской версии, но о ней чуть позже. Эта игра стала настоящим хитом того времени, когда возле автоматов с этой игрой толпилось очень много народу. Канаме было принято решение портировать эту игру на домашней консоли. И первым вариантом стала Super Nintendo, где эта игра получила цифру 4 в подзаголовке. Но почему же аркадная версия не имеет номерного знака и воспринимается как отдельная игра, в то время как снесовский порт все считают оригинальной четвертой частью. А все дело в порядке выхода игр еще на NES. Вот первая часть, вот вторая, которая кстати является портом первой аркадной игры. А вот и третья часть. Ну а Super Nintendo получила четвертую. К слову, я познакомился с ней спустя долгое время, как наигрался в сеговскую. И сначала подумал, что эта игра является своего рода ответвлением от сеговской. Каково же было мое удивление снова услышать на уровнях знакомую музыку и увидеть некоторые старые локации. По правде говоря, я долгое время думал, что снесовская игра является лишь спин-оффом сеговской. Лишь потом я узнал, что на самом деле она порт аркадной игры, в то время как сеговская версия все же вышла чуть позже. И хоть и не совсем является портом, более представляя перед нами как самостоятельная версия со своим сюжетом и некоторыми повторяющимися элементами, однако я все так же считаю сеговскую версию именно портом. Ведь движок-то один, и уровни у нее те же. Ну да ладно, я отвлекся. Я, кстати говоря, имею в своей коллекции оригинальный картридж для американской SNES. И что хочется сказать, эта игра точно заслуживает одного из самых почетных мест на полках коллекционеров. Давайте о снесовской по порядку. Сюжет у нее в основном такой же, как и в аркадной версии, за исключением нескольких отличий. И давайте поговорим именно о них. Начать хотелось бы с того, что SNESовская версия, в отличие от аркадной, встречает нас с 16-битной вариацией заставки мультсериала, которая смотрится довольно неплохо. Хоть и может вызвать эпилепсию. Сюжет остался без изменений. Крэнк тырит статую, Шедр ржет, а черепахи выходят с ним на стрелку. Да, озвучка стала хрипловатой, ибо картридж никак не сможет передать интонацию от оригинала. Но и это тоже неплохо. Да, теперь мы не сможем играть за всех четверых черепах, ибо SNES не предусматривает наличие четырех геймпадов. Теперь либо с одним корешем, либо одному. Лично я буду играть в соло. Что сразу же бросается в глаза, так это более дерганая анимация. Да, железо SNES не может передать той плавности и чистоты кадров, что были в аркадной версии. Но это и совсем не мешает нам играть. Из плюсов следует отметить то, что игра стала более зубодробительной. Я прямо чувствую каждой клеточкой своего тела всю мощь этих ударов. А да, кстати, забыл сказать, что в игре есть особые захваты противников. Первый из них это захват, который лично я называю как тузик грелку. Напоминает прием квадрозахват Джакса из Mortal Kombat. Черепаха хватает футового солдата и начинает швырять его из стороны в сторону как половую тряпку. При этом раскидывая ближайших противников. Очень эффективный прием, если научиться им пользоваться. Второй, это блин настоящий бросок футового солдата прямиком в экран к игроку. Честно признаться, я когда это увидел впервые удивился, ведь в сеговской версии такого не было. Там был только захват первого типа. В снесовской версии это выглядит как движение нескольких кадров спрайтов. В то время как в аркадной это полноценная плавная анимация. И все же нельзя не отметить, насколько весело в этой игре швыряться противниками направо и налево. Кстати говоря, Konami настолько молодцы, что позже в этой игре этот элемент будет отыгран в геймплее на полную катушку. Итак, а у нас тут снова ночь, улица, мост, крэнк, бакстер, стокман. Кстати, теперь механика боссов была заметно улучшена. Сейчас объясню. В аркадной версии достаточно было просто окружить босса как толпа гопников и хорошенько отпинать по почкам. И пофигу на здоровье, главное чтобы монет в кармане хватало. Тут же за монеты жизни себе не добавить. А потому придется отработать тактику. На каждого босса она будет своя. И это, на мой взгляд, добавит им индивидуальности, что служит жирнющим плюсом. Например, в случае с бакстером стокманом, конечно же, нельзя стоять с ним на одной линии. И чтобы опиздюлить супостата по полной программе, требуется дождаться, пока тот спустится на землю. Можно, конечно, и в воздухе его пометелить, но только осторожно. Кстати, у боссов здесь появились шкалы здоровья. На одно деление нам потребуется примерно два полных комбо. Итак, после поражения наш мух наконец-то умер... Так, стоп. Если в оригинале он дох от инсульта жопы, то здесь его эпично откинет от взрыва собственного оружия. И это, на мой взгляд, гораздо круче. Накинем плюсиков к арме 16-битного порта и пройдем дальше. А теперь по классике. К слову, на уровне Аликэтблюз в этой игре впервые встречаются противники, которых не было в аркадной версии. И это, на мой взгляд, самые мерзотные и бесячие мобы в игре. Они будут носиться по экрану, как угорелый, и стрелять лазерами. А также, если они заарканят вас, то мало не покажутся. В общем, с ними шутки плохи, и лично я просто их ненавижу. Бой с металлхедом теперь также будет проходить по надежной, как швейцарские часы, проверенной временем тактики. Перепрыгиваем в залп из его нагрудной пушки и встаем вот в эту часть экрана. Тут он нас не заденет своими прыжками. Проверено. А затем ждем, пока тот не окажется в углу, где мы сможем ему беспроблемно валять. Повторяем несколько раз и профит. Так, что там с суверсерфинг? Вау! Они не только не запороли такой красивый этап, так еще и сделали из него полноценный бонусный уровень, на котором мы можем нафармить фрагов. Да, кстати, за каждые 200 фрагов нам будут начислять одну жизнь. А еще футовые солдаты и пицца монстры будут выноситься здесь с одного удара. Так что развлекайтесь, it's show time. В конце уровня, где нас должны были переместить во времени, вместо шредера появляется крысиный король. Вот так сюрприз. Босс довольно простой, если придерживаться определенной точки в сражении с ним. Тогда он и попадать по нам не будет, и мы быстренько сможем его вынести. Так, стоп, а я не понял, где же шредер и переход во времени, спросите вы. А я отвечу, не спешите. В этой игре есть еще один подарок для игроков в виде дополнительного уровня. Технодром, let's kick shop! Да, полноценный уровень на технодроме. Что еще нужно для счастья? Из-под конвейера выпрыгивают мышеловки, к нам телепортируются орды солдатов фут, всякие устройства, ловушки, больше телеков с ржущим шредером, а также целых два боссфайта. Первый будет с уже знакомыми Тока и Рахзором. Их присутствие здесь будет говорить о том, что на корабле нас ждут другие боссы, что добавляет интереса. Они простые, главное сделать комбо и отойти в сторону, поскольку эти двое будут контратаковать. Побеждаем их и поднимаемся на лифте в тот самый легендарный зал с экраном, где нас будет ждать шредер на огромной машине. И тут экран разворачивается на 180 градусов и нас переносит к перспективе шредера. И это, наверное, самый интереснейший боссфайт в этой игре. Он не только напрямую отсылает нас к первому боссу в батл тот, так еще и вносит разнообразие. Нам нужно будет догадаться начать закидывать футовых солдат прямиком в экран, чтобы все попадали по лобовому стеклу машины. Логично. Да, они действительно смогли вписать столь фансервисную механику в геймплей, что добавляет еще больше очков кармы к старой доброй Konami. Эх, Konami, что же с тобой стало? Интересный факт, но у этой битвы есть различия на нормальном и хардовом уровне сложности. На нормале солдаты фут будут обычными, и запулить их в шредера не составит труда. А вот на харде будут блочные пидорасы, как я их называю, которых нужно будет прошибать именно с разбега, а только потом кидать. Так вот, когда шкала закончится, шредер выпрыгнет из машины в межпространственный портал, и уже с помощью него закинет черепах в прошлое. И знаете, эта версия уж больше клеится в сюжет, чем наличие у него глаза Сарвата в шлеме, которого по сюжету быть не должно. Так вот, прехисторик Туртл Саурос вместо Цемент Мэна в качестве босса будет кое-кто поинтереснее. А именно Слэш. И черт возьми, я ненавижу этого ублюдка. Это, конечно, лично, но для меня это сложнейший босс среди всех остальных во всех версиях. Этому гондону абсолютно похрен на все ваши выкрутасы. Вы пытаетесь его атаковать, он пиздит вас. Вы пытаетесь атаковать его с прыжка, он пиздит вас. Вы нихрена не делаете, он пиздит вас. При этом сам он будет блокировать все ваши атаки. Хорошей тактикой против него будет атаковать его в спину. Или сбить его в прыжке, когда тот примет позу, словно его внезапно шарахнуло диарея. Только тогда его можно будет атаковать. Безусловно, легче всего его побеждать, когда играешь вдвоем. Но лично мне проще всего побеждать его за Рафаэля. Он быстрый и способен легко поспевать за Слэшем, чтобы попадать в его тайминги. Когда Слэш оказывается побежден, он... Видать, метеоризм совсем доконал, пацана. Ну что ж, помянем. На корабле также есть парочка изменений. В средине уровня появится корабль, который будет обстреливать нас ядрами. А в конце нас ждут старые добрые знакомые. Да, Бибоп и Рокстеди. Как же я скучал по этим двоим. Рокстеди здесь выступает в роли капитана корабля, в то время как Бибоп вроде как Юнга. Чтобы выиграть в этой схватке, не обязательно побеждать всех двоих. Достаточно одолеть кого-то одного, и тогда эти ребята сами себя победят. Вот такие вот молодцы, просто прелесть они боссы. Про следующий уровень добавить нечего, всё такой же крутой. Единственное, можно вначале круто залететь вместе с бочкой, раскидав всех на пути. Кожеголовый тоже изменился в плане боёвки. Он побеждается по отточенной годами тактике, которая работала ещё с Сеги. Единственное, что будет раздражать, так это его раскручивающая атака хвостом. И да, как и Бакстер Стокман, в этой версии он не помирает от инсульта жопы, а эпично срывается с поезда. Мелочь, а приятно. Да, и снова какой-то уровень немного отличается от оригинальной версии. Если в аркадной это был полноценный уровень, то в Снессе Неон Найт Райдерс выполнен в супернитенденском режиме МОЛД 7, дающий вот такую вот перспективу. Здесь это также бонусный уровень, как и Силер Сёрфинг. Мы можем немного расслабиться и пофармить врагов для жизни. В конце этого прекраснейшего уровня мы снова сражаемся с Крэнгом. Уровень Старбазы не сильно отличается от оригинального. Всё так же много врагов, ловушек и прочего. В конце нас опять ждёт бой с Крэнгом. Всё в традициях оригинала. Побеждаем его и запрыгиваем в портал, который переносит нас назад в 1992 год на Технодром. Да, кстати, обратите внимание, что оригинал наркадной автоматы вышел в 1991 году, а потому там написан именно тот год, в то время как Снессовский порт вышел годом позже. И поэтому в Снессе указан 92-й. Итак, снова увидим статую Свободы и Шреддера, с которым опять будем меститься. Супер Шреддера. Секундочку! Сфига ли он здесь супер? Он что, пока мы косплеили RDR 2, по-быстренькому смотался во вселенную Соника и спёр оттуда изобруды хаоса? Что является его источником силы? Дух истинного американского менталитета, который даёт ему на пассивки статуя Свободы? Между прочим, в Manhattan Project, на NES. Чтобы стать супером, Шреддер вылил на себя мутаген, прямо как это было в фильме. Да даже в Сеговской версии его появление хоть как-то обосновано сюжетом. Да-да, он тоже там будет, но о нём чуть позже. Ладно, не важно, босс-то сам довольно простой. У него три типа атаки, и главное успевать реагировать, ибо уязвим он только во время анимации своих же атак. Огонь тот пускает по земле, и если наловчиться, то можно будет успевать атаковать его в прыжке. Зелёная энергия – это своего рода обратная мутация. Тот превращает черепах из мутантов в обычных. И этот фокус сразу же отнимает одну жизнь. Это самая короткая анимация атаки. И если вы успели атаковать её в её время, причём на харде, то можете смело звать себя самой быстрой черепашкой на Диком Западе. И последняя атака самая простая – заморозка. Он пускает её вверх, а потому лучше действовать быстро и не атаковать его в прыжке, когда тот её использует. Благо, секундные ауры дают понять, какая атака будет следующей, чтобы успеть среагировать. На нормале за ним ещё можно поспевать, а вот на харде он будет носиться по экрану, как умалишённый под спидами. Анимации атак станут практически мгновенными, однако при определённой сноровке это всё ещё лёгкий босс. Жаль только, что он не атакует рукопашную. Была бы прям конфетка, а не босс, ибо получить такими грозными когтями мало не покажется. И вот он точно так же спотыкается и падает вниз. И тут, если мы по незнанию проходили игру на нормале, то игра выкатит нам жирный болт в лице мастера Сплинтова, который скажет, мол, неплохо, но чтобы увидеть истинную концовку, настоящие пацаны проходят эту игру на харде. Ну, ну а мы и прошли. Отличие уровней сложности в том, что на харде будет больше противников, у боссов больше здоровья, да и в целом они будут гораздо быстрее. В общем, байт засчитан, и пройдя игру ещё раз, мы видим ту же концовку, что и в аркадной версии. А затем снова слушаем Пицца Пауэр, исполненный уже на железе Снеса. Также в виде бонуса за прохождение нам покажут кат-сцену, в которой мастер Сплинтер похвалит черепах, что они стали настоящими ниндзя. И под легендарное... Мы выкатываемся в титры, где нам представят всех участвующих персонажей и мобов в виде слайд-шоу. Ну что ж, вот и подошёл к концу рассказ о Снесовском парте аркадной игры. И что же хочется сказать. Да, он поистине сохранил красоту и красочность оригинала. Хотя Снеска значительно уступает аркаде в чистоте кадров и звуковом железе, однако она превосходит её в плане приятных бонусов для игроков и геймплейных аспектов. Тут у нас были и новые боссы, и дополнительные увлекательные уровни, и какие-то прочие геймплейные особенности. А ещё здесь нереальнейшие звуки спецэффекта. Вы только послушайте, какие тут взрывы. И сравните со взрывами на аркаде. А эти звуки ударов, мурашки по коже, вот прям веришь в то, что черепахи вкладывают силу в свои атаки. В общем, конами постарались на славу и выпустили порт, который даже в чём-то превосходит оригинал. Также бонусы на этом не заканчиваются. Разработчиками были оставлены последние подарки в виде дополнительного файтинг-режима, в котором можно надрать панцирь своему кенту в режиме на двоих, и возможность сменить цветовую палитру черепах с анимационной на комиксную. Да, как мы помним, черепахи в мультсериале 80-х-90-х были все одного цвета, в то время как комиксы всё же отличались по цветам. Более поздний мультсериал исправил эту оплошность, но это не критично, и в детстве было вообще дофейни на их палитру. Фух, ладно, про снесовскую версию можно рассказывать до самого конца вселенной. А у нас ведь ещё осталось самое вкусное на десерт. Да, сеговская теманете Hyperstone Haste, которая вышла спустя несколько месяцев после снесовского порта. По сути, это тоже порт, хоть и самостоятельный. Я бы даже сказал, достаточно самостоятельный, чтобы считать его полноценной игрой, никак не связанной с Turtles in Time. Но, как я уже упоминал, Hyperstone Haste оказала на меня наибольшее влияние из всех, познакомив сразу с двумя мирами. Миром видеоигр и миром черепашек ниндзя, за что я ей очень благодарен. А потому мне есть что про неё рассказать. Давайте сначала рассмотрим сеговский порт, а затем уже будем сравнивать аспекты всех трёх версий. Ох уж эта сеговская интро, прям ностальгия от него пробирает и волосы дыбом встают. Различия мы уже можем видеть в главном меню и заставке. В Аркадии Снессе у нас алый закат, в то время как на сеге полная ночь, и во мраке видны лишь огни большого города. Выбираем своего бойца, и в третий раз, видя знакомую картину, уже ожидаем появления Крэнга, как вдруг... Теперь не то, что статуя свободы оказывается похищена, так ещё и целый Манхэттен испаряется вместе с ней в придачу. Далее идут помехи, и вместе с искажённым смехом, мы видим, как знакомая рука ставит статую свободы где-то посредине миниатюрного города. Появляется... Блин, это же Джоджо Шреддер! Нифига себе у него корпус, я уверен, что Канами попросил старину Араки нарисовать своего Шреддера именно для этой игры, ведь в то время накачанные герои были в моде. Так вот, накачанный он, потому что это нифига не Шреддер, а Супер Шреддер. А стал он здесь таким по вине местного Макгаффина. Дело в том, что Шреддер откопал где-то на свалках измерения Х некий гиперкристалл, мощи которого хватает, чтобы уменьшить Манхэттен до размера макета, а из Шреддера сделать протеиновую машину для убийств. К слову, видать, сам гиперкристалл он разделил на несколько частей. Три из них он оставил себе, впаяв его осколки в шлем и в перчатки. А остальные осколки он... Впрочем, об этом позже. Супер Шреддер на серьёзных вещах заявляет, что это только начало, и что ещё немного практики с силой кристалла, и весь мир наконец-то будет его. Он вызывает черепашек помериться с силами, и герои принимают вызов, намереваясь найти технодром с помощью устройства Донателло, которое может отслеживать энергию этого самого гиперкристалла. И знаете, вот этот вариант сюжета мне нравится гораздо больше, чем оригинальная версия. И это я сейчас говорю как взрослый дядька. Здесь это новосюжет вообще как-то насрать было. А сейчас для обзора потребуется многое осознать и расписать. Вот эта вот движуха с Макгаффином и похищением целого сердца столицы мира смотрится гораздо логичнее для Шреддера того времени, чем банальное похищение Статуи Свободы, которая вот вообще непонятно зачем сдалась Витроголовому. А ведь и в самом начале, если подумать, он может спокойно вытрахнуть всю наличку из банков Манхэттена, а затем снова увеличить её, войдя в список богатейших Форфс по версии измерения Икс. Банковские карточки-то в те времена ещё не были такими, как сейчас. А ещё он может уменьшенную версию Статуи Свободы продать в качестве коллекционной фигурки на eBay по конскому ценнику. Да, подразумевается, что не так много жителей было уменьшено вместе с городом, ибо все они находились на фестивале на Острове Свободы. Не знаю, как такой маленький остров уместил столько жителей Манхэттена, но это я уже глубоко копаю. Итак, я постараюсь придушить свои чувства ностальгии к этой игре, чтобы смотреть на неё максимально объективно. Сцена 1. Нью-Йорк-Сити. Да, сразу же хочется отметить, что в этой игре всего 5 уровней. Кто не играл, наверное, спросит, «Как же так? Ведь в Снесовской их было аж 10!» Но я скажу, не спешите, ибо 5 здесь не уровней, а сцен. А каждая из них, кроме четвёртой, содержит в себе по 3 уровня. Но это как подразделение на главы в книге. Четвёртая сцена состоит из одного уровня. Зато какого? Итого получается 13 уровней, что на 3 больше, чем в Снесовской. Приключение стартует в канализации Нью-Йорка. Мы идём вперёд, пробиваемся через Солдат Фуд, видим бочку с горючим, которую непонятно кто оставил в канализации. И вы, я думаю, поняли, что я собираюсь сейчас сделать. Выбравшись из канализации, мы оказываемся на знакомой нам аллее кошачьего брюза. Не забываем про гидрант, братишки. И вообще возникает вопрос, но ведь Манхэттена-то нет, тогда почему эта часть его осталась? Ну, я скажу, что Шеддер-то уменьшил только Манхэттен, а Нью-Йорк – это большой город и не ограничивается лишь им. Помимо него ещё остались Бронкс, Куинс, Бруклин и Стейтен-Айленд. Вот и вся математика. К слову, приятно, что в этой игре Канами немного изменили повторяющиеся уровни. Например, в этом вместо того с забора со стройплощадкой будет гараж с машиной, который едва нас не раздавливает. А ещё здесь есть фургон, из которого выпрыгивают футовые солдаты. В конце этого уровня мы не сражаемся с Металхэдом, а сразу же спускаемся в канализацию, чтобы срезать путь. Спускаемся в её затопленную часть и выясняем, что черепашки-то иисусы, раз могут ходить по воде. Да ладно, тут скорее всего просто воды по щиколотку. Но из этого всплывает ещё один косяк, а именно передвижение пицца монстров. Понимаете, в аркадной и снесовской версии мы действительно были там, где есть глубокий коллектор, и черепахи двигались на серфах. Здесь же вот такие вот махины каким-то образом проплывают в несколько сантиметров слой воды, чтобы потом выпрыгнуть на нас. Выглядит довольно нелепо, согласитесь. В конце уровня на нас сверху эпично ворвётся кожа-мать его головой, который в этой игре является первым боссом. Да, схема боссов здесь напоминает первого Соника, где боссы были в конце третьего акта. Здесь так будет везде, за исключением четвёртой главы. Побеждаем кожеголового по проверенной временем тактике и видим, как он... Блин, если в аркадной версии они дохли, а снесовской просто эпично отлетали, то в этой игре Шреддер будто заранее нацепил на боссов пояса шахидов, чтобы в случае поражения... Ну вы поняли. Сцена 2. Загадочный корабль-призрак. Звучит интригующе. Опа! Они изменили привычный сюрверсёрфинг на просто сёрфинг. Черепахи используют реактивные доски для сёрфинга, а мы видим отдаляющийся город, что означает, что мы покидаем Нью-Йорк. Сам уровень это тот же сюрверсёрфинг, только на открытом небе. В итоге мы доезжаем до заброшенного корабля, который внезапно начинает куда-то плыть сам по себе. На корабле мы встречаем целое море футов и падающую картину со Шреддером. Хм... Интересно, что она забыла на корабле-призраке? Вскоре корабль приплывёт к каким-то горам, в которых черепах встречает эпично валивающийся на пердаке Рокстеди. Причём он без Бибопа. Видать, Свин выключил больничный или отпуск у Шреддера. Вот бессовестный, а его дружку теперь отдувать за двоих. В целом, здешний Рокстеди значительно отличается от Снесовского. Здесь он выглядит более брутальным, подкачанным. Это кей Шварценеггер в фильме «Команда». Он обешан оружием, будет носиться по экрану и иногда постреливать из автомата. Я в детстве думал, что это калаш. Сцена 3 – Секретный лаз. Тем временем, выйдя с обратного края пещеры, мы оказываемся внезапно в Японии. Это ж сколько надо было пройти по этим пещерам, чтобы из Нью-Йорка оказаться в Японии. Ладно, ладно, это просто детская игра. Экшуали пофигу. Сам уровень довольно красивый. Сначала мы идём по мосту над каким-то городом, возможно, Киото, а затем приходим в небольшой городок, населённый футклановцами. Из городка попадаем в Дадзё, которая доверху напечкана различными ловушками. Никогда не любил этот уровень, он очень неприятный, хоть и эстетичный. На этом уровне нам, кстати, будут встречаться особые футовцы, которые дышат на нас огнём. Всегда любил убивать их. В конце Дадзё нас встречает совершенно новый эксклюзивный босс. Мастер Татсу из фильма. Он будет созывать болванщиков, а сам специально держать расстояние, чтобы пуляться стрелами из наручного арбалета. Я в детстве думал, что это не стрела, а свечи. Побеждается также по проверенной годами стратегии. И перед тем, как взорваться, к ядрене Фени поклоняется статуе Шредера, тем самым открывая для нас секретный проход к технодрому. А вот со следующей сцены начинается настоящий эпик. Итак, сцена 4. Строй. Сама сцена состоит всего из одного этапа, который проходит в перекрашенных пещерах из второй сцены. Как говорит нам само название, здесь нам придётся прорваться через строй. Строй, мать его, боссов. На этом уровне совсем не будет рядовых врагов, но зато нам дадут хорошенько размяться на пицце монстрах. Кстати говоря, это мой любимый уровень в игре, и в нём также играет любимейшая музыкальная тема, но о ней немного позже. Проходим дальше и снова сталкиваемся с Кожеголовым, который внезапно покраснел, как будто был сварен как рак. Идать ожоги от взрывов не зажили. На самом деле Шедер передал каждому из своих подсосов один осколок гиперкристалла, который усилил их. На этом уровне нас ждёт один большой босс раш, плюс один новый для этой игры босс. Кожеголовый стал быстрее, Рокстеди научился кидать гранаты, а Татсу просто сменил цвет одежды. Но это ещё не всё. Напоследок нам предстоит сразиться с Бакстером Стокманом, который здесь в своём человеческом облике. Этот босс уже встречался в самой первой аркадной игре про черепашек. Признаться честно, я его не слишком люблю из-за его затянутости. Он будет летать по экрану и периодически скидывает на нас мышеловок. И если мы не будем периодически истреблять этих мразот, то их станет слишком много. И прощай наши пальцы. А ещё проблема в том, что достать его с земли очень проблематично. И это лучше всего получается у Донателло. Атаковать его придётся в прыжке, а такие атаки наносят не очень-то много урона. Босс несложный, но довольно душный. Лучше с ним не затягивать. Итак, вот наши черепашки стоят на краю обрыва. Кто-то из них заявляет, что они зашли в тупик. Однако детектор Донателло всё ещё работает. И случается вот это. Появляется технодром, который проецирует Шреддера. Железка понтует со своей новой бижутерией, приглашая черепах зайти и испытать его силу, что четвёрка и делает. Итак, сцена 5. Технодром The Final Shellshock. Сам уровень технодрома здесь является слиянием уровня Starbuzz из оригинала и уровня Less Kick Shell из SNES порта. Ну, в целом, он похож на какой-то улучшенный технодром, однако это значение не имеет. По-прежнему много врагов, которые то телепортируются к нам, то вываливаются из труб. Много ловушек, начиная от замораживалок и заканчивая электрооградой. И, конечно же, бой с Крэнгом в комнате с порталом. Ой, то есть с Супер Крэнгом. Да, я рад, что здесь нам придётся сражаться именно с его костюмом, как в уровне Неон Найт Райдерс, а не вот с этим Крэнгом. Что могу сказать про босса, он весёлый, будет летать по всему экрану, пытаясь иногда пнуть нас с разгону. Атаковать его желательно, когда срабатывает анимация его атаки. Кстати говоря, он ещё будет стрелять ракетами из своего сердца, а когда останется мало здоровья, выплюнет на нас целый град из бомбочек. Побеждая его, андроид взрывается, а сам Крэнг заявляет, что Супер Шредер пощады нам не даст. Ну что ж, пусть постарается. Далее, черепахи на лифте спускаются к самому Шредеру, попутно зачищая балласт из врагов с каждой остановки лифта. Интересный факт, что в Снесовской версии мы на этом лифте поднимались, в то время как на Сеге спускаемся. Доехав до комнаты, которая, судя по всему, является ядром технодрома, мы встречаем Шредера, который тут же начинает меняться на глазах. Эх, помню, как когда-то в семилетнем возрасте впервые до него дошел и тот принял эту боевую стойку под нарастающую музыку и я чуть в штаны не налалил. Учитывая то, что у меня тряслись руки, а жизни тогда оставалась всего одна. Я просто даже не представлял, что тогда со мной будет делать этот Джо-Джо машина для убийств. И вот раздается его леденящий душу смех. Представление начинается. Да уж, в детстве я потратил несколько прохождений только для того, чтобы понять, как его надо бить. Вот как сейчас помню, я, семилетний пиздюх, долго рассматривал варианты его прохождения. До этого я видел, как его проходили всего один раз. Это делал мой брат. Но я не понимал, как он атаковал Шреддера. Однако, все поменялось, когда я методом проб и ошибок наконец-то отточил скилл и смог с гордостью семилетнего пиздюка наконец-то посмотреть концовку. Мы видим, как Супер Шреддер падает с огромной высоты, а после того, как приземляется, по земле расходится грохот. По-видимому, Супер Форма не дала ему разбиться насмерть. Однако, последние осколки используя силу гиперкристалла, возвращает Манхэттен на прежнее место. А Эйприл снова дает свой репортаж. А знаете, в чем отличие ее финального репортажа в Сеговской версии от оригинальной и Снесовской? В Снесовской версии она без зазрения совести палит миру о существовании черепашек-ниндзя, в то время как в Сеговской ничего о них не говорит, лишь интригующе спрашивая, кем же были эти загадочные герои, кто победил Шреддера, а затем подмигивает. И это, как по мне, неправильно. И кстати, что вообще делает Сплинтер в толпе? Эй, смотрите, крыса! Бра! Резюмируя, хочется сказать, что Сеговская концовка и сюжет, как по мне, гораздо более проработанные, нежели Снесовская и аркадные. Здесь у Шреддера более грандиозный и проработанный план, а еще его появление в качестве Супер Шреддера более обоснованно. Да, он здесь даже на фильмового похож, хоть и по реализации получился гораздо лучше. Кстати говоря, о Супер Шреддере. После того, как я прошел данную игру, то сразу же ринулся искать хоть какие-то намеки на него в оригинальном мультсериаре 87-го года. И каково же было мое разочарование, когда я, так и ничего не найдя, осознал, что искал-то все время не там, где нужно. Позже, после появления DVD-шника, мне попал диск с фильмами о черепахах. И когда я во втором фильме увидел знакомую фигуру Супер Шреддера, я подумал, что вот сейчас будет такой бой. Черепахам понадобится использовать все силы и идеально работать в команде, чтобы победить. Но, вместо того, чтобы драться, тот порычал, пофырчал, покрушил доски, а затем сам же обрушил на себя причал. В итоге он умер то ли от того, что его задавило, то ли от отравления мутагеном. Главное разочарование того времени. Я все же склонен ко второму, ведь он все-таки выжил после падения с огромной высоты, не то, что будучи заваленным мусором. Ну, зато в Manhattan Project тот получился как надо. Итак, вот и подошел к концу разбор трех версий этой игры. Теперь давайте же разберем каждый из них отдельным аспектом и сравним, что получилось в итоге. И да, все, что будет сказано далее, является лишь моей субъективной оценкой. Начнем, пожалуй, с графики. Хочется сказать, что это одна из самых лучших картинок, что я видел в играх того времени. Цвета невероятно сочные, задники богаты на детали, а это я очень люблю, сеговская версия смогла отлично передать всю цветовую палитру. Такая же красочная и сияющая. А вот сеговская версия немного помрачнее. Цвета здесь не такие яркие, да и в целом картинка немного попестрее, что ли. А еще количество кадров в аркадке просто поражает воображение. Анимации невероятно плавные и все происходит быстро и динамично, без задержек. Порты все же помедленнее. Тем не менее, фаворитом в этом аспекте остается аркадная версия. Все-таки в то время как 16 битки были ограничены возможностями своего железа и картриджей. Но и в портах она тоже ничего. И все же балл за графику я отдаю аркаде. Будем считать за них звуки ударов, взрывы и прочее, что лишь добавляет эффектности происходящему. В аркадной версии они нормальные, что ли? То есть довольно реалистичные. Звуки ударов представляют из себя хлесткие сухие шлепки, а взрывы довольно обычные. Когда бьешь металлическую голову или тело Крэнга они издают роботизированные звуки. А если месишь мясо, например, Шреддеры или Стокманы, то получаются какое-то бульканье. На CD же все тоже не слишком однозначно. Здесь они вроде как слишком механические и даже хрипящие. Нет, они хорошие, но не такие, как у аркадной с NES-овской. У меня, конечно, есть вопрос к звуку удара по боссам. Вот вы вообще можете представить, чтобы при ударе от тела получался такой звук? А вот к звукам взрыва и хлопков у меня вообще нет нареканий. Но победителем здесь я считаю SNES-овскую версию. Таких сочных и зубодробительных звуков ударов я уже давно не встречал в играх. И порой пофиг на реализм. Это же, блин, черепашки-ниндзя. Что может быть веселее, чем колотить футовых солдат с такими звуками? А еще взрывы в SNES-овской версии оставляют эхо и лично меня пробирают до костей. Спецэффекты SNES-овская версия. Летим дальше. Довольно странный пунктик, согласитесь, но все же хотелось бы высказаться. Потому что она здесь есть. И скажу сразу, лучше всего она передана в аркадной версии. Опять же, из-за возможности железа. Вы просто послушайте эти реалистичные голоса черепах и злодеев. Черт побери, они же даже умудрились запихнуть в заставку целый отрывок из песенки. Также ей прелазвучено финальной катсцене. Хоть мне и не нравится ее озвучка. В SNES-овской и SEGA-овской версии уже другое дело. Зига в этот раз выдает ну уж очень сомнительные металлические выкрики. Например, в начальной заставке вместо того, чтобы кричать «Летс Кик Шелл», слышится что-то типа «Летс Кик Шелл» а вместо выкриков у черепах получается какое-то смачное кряканье. Но есть и те вещи, которые лично мне нравятся. Например, этот смешок Шреддера. И выкрик «Пицца Пауэр» в финальных титрах. Не знаю, почему он так запал мне в душу, но это прям до мурашек. На SNES-е чистый середнячок. Она получше Сеги, но похуже Аркады. Озвучку уровня осуществляет какой-то гундосичий голос, а выкрики на самом деле более реалистичные, чем на Сеги. Мне здесь особо нравится выкрик «Кавабанга», который даже эхо после себя оставляет. И все же балл за озвучку отходит Аркаде. Оно немного отличается в версиях. В Аркаде все просто. Есть прыжок, есть удар, иди мочи. В SNES-е и Сеги посложнее. А все дело в разгоне. Дело в том, что удары с разбега в этой игре знатные. Они позволяют даже пробивать блок у рядовых противников, сразу же открывая их для захвата. Ударов, кстати, тут хватает. Есть обычная комбо, есть быстрый удар в прыжке, медленный удар в прыжке, затяжной удар в прыжке, удар плечом с разгона, сальто и имбовый подкат. Иногда получается делать еще и скользящий удар, но я и сам не до конца понимаю, как его делать. Также у черепах имеется и задняя атака, которую можно включить и отключить в меню опций. Весьма полезная вещь в некоторых ситуациях, а на случай, когда совсем уж прижали, есть еще и супер удар. У каждой черепахи он свой, у Лео это круговой удар, у Майки резкий рывок, у Дона отскок с помощью шеста, а у Рафа эпичная вертушка. Но не заупотребляйте, так как они тратят здоровье. Так вот, разгон. В аркаде он и не особо-то нужен, в отличие от других версий, где обязательно понадобится для прохождения одного из басов. Это я сейчас про Снесс, на Сеге же он просто сделает из вас машину для убийств. Так вот, на двух версиях разгон осуществляется немного по-разному. На Снессе есть два пути. Первый, автоматический, персонаж разгоняется, если просто долго держать стрелку вперед. Местами это очень неудобно, особенно если встретить какую-то преграду. И второй, это искусственный, черепашка разгоняется, если два раза квасну стрелку вперед. Как в Мегамэн Икс, только вот я так и не понял до конца, как это здесь работает. Персонаж то разгоняется, то не особо, как не жми. А вот на Сеге другое дело. Тут для разгона отведена отдельная кнопка С. И достаточно лишь один раз по ходу дела нажать ее, как черепашка тут же наберет разгон, что в свою очередь очень упрощает жизнь и дает преимущество. Да, кстати, про самих черепашек. Чем же они отличаются помимо визуала? А вот чем. Леонардо быстро и сбалансирован. У него очень быстрая задняя атака и неплохая скорость. Однако его минус заключается в том, что у него очень короткий радиус атаки четвертого удара комбо, что может сыграть с вами плохую шутку. Микеланджелос же более медленный в ударах, но у него самый большой урон среди черепашек. Остальным нужно 4 удара, чтобы победить одного солдата, в то время как Майку всего 3. Донателло лично я считаю самой сильной черепашкой в этой игре в плане эффективности. У него очень длинное оружие, что позволяет легко атаковать даже 3-4 врагов одновременно, а также неплохой урон делает его выбором настоящих чемпионов. Вон у Леонардо две мать их катаны, а у Донателло палка для сушки труханов. Ну и что? Главное то, что умнейшая черепашка выжимает весь потенциал из своего оружия, в то время как Лео, ну так себе. Рафаэль является самой быстрой черепахой в игре. В умелых руках тот превращается в настоящую машину для убийств из-за невероятной скорости ударов. Только разнес одного противника, через долю секунды мочишь второго. Единственный его минус это слишком короткий радиус удара, но лично мне это не мешает тащить на нем. А еще на Сеге отсутствует проблема, которая лично меня довольно часто беспокоила на Снессе. На Снессе порой мои хитбокс по врагам постоянно сбивались, из-за чего супостат очень часто давал сдачи. Вот наносишь один удар слэшу, а второй уже не проходит, когда как анимация получения пизделей у него никуда не пропала. На Сеге таких проблем никогда не было, и каждый удар попадал точно в цель. Да и в целом, как по мне, Сеговская версия играется проще, так что балл за управление и геймплей летит к Сеге, за то, что она более предрасположена к игроку. Какая же хорошая игра будет с плохими боссами? Вот и это не исключение. Боссы потрясные и колоритные во всех трех версиях, но на Сеге есть одна проблемка, их там всего шесть, в то время как в остальных версиях с этим все в порядке. В аркадке у нас есть Муха Стокман и Цемент Мэн, и даже боссы взятые из фильмов, а на Снессе и того лучше. Помимо тех же боссов, что на Аркаде, в Канаме добавили в пустой уровень клевого крысиного короля, скучного Цемент Мэна заменили на интересного слэша, а босс уровня Let's Kick Shell, в которого нужно догадаться швырять солдат, лишь поднимает планку разнообразия. Поэтому в плане боссов мой балл отходит с Нессовской версии. По моему мнению, это одна из самых важнейших составляющих игры. Я уже говорил, что обожаю саундтрек всех трех версий. Так вот, если копать глубже, то он тоже отличается в зависимости от версий. И еще, помните, что на вкус и цвет все фломастеры разные. На Аркаде он живой и мелодичный, чего стоят темы уровней Bury My Shell and Wooded Knee или Neo Knight Riders. Первый вариант вот прямо чисто ковбоевская тематика. Писал его, кстати, Мацухико Изуми. Но самый крутой саундтрек аркадной версии принадлежит уровню Suva Surfing. Вы просто послушайте, насколько он здесь живой и мелодичный. Именно такой должна быть тема уровня с безудержным весельем, и с ней он превратился в настоящую конфетку. На Снессе, конечно же, тоже не все плохо с саундтреком. К нему добавилось много ее фирменной гитары, отчего некоторые композиции стали лучше, а некоторые наоборот хуже. На Снессе к звучанию добавилось много, как бы это сказать, металичности, отчего музыка стала гораздо жестче и динамичнее. И не поймите меня неправильно, но я являюсь огромным фанатом сеговского саундтрека. Да, он менее живой, да, он громкий, но зато какой, чего стоит только тема бит с боссами. Здесь она звучит невероятно брутально, отчего создается ощущение эпичной и напряженной битвы. Аж мурашки по коже идут. Также не подкачал и саундтрек финального босса, а именно момент, когда тот входит в кульминацию. он отлично передает всю мощь супер-шреддера, который выплескивает ее на черепашек, что повышает градус эпичности. Также на сеге следует отметить уникальный для ее версии саундтрек двух японских уровней и мою самую любимейшую тему в этой игре саундтрек уровня Gauntlet или в снесовской версии это была тема уровня Let's Kick Shell. Да под такую музыку только и делай, что прорываться сквозь огромный строй прихвостней шреддера. Я помню, как в детстве специально доходил до этого уровня, чтобы как следует насладиться темой, а потом еще раз и еще раз и еще много-много раз перепроходил его. Можно сказать, что саундтрек на сеге более эпичный, нежели на остальных версиях. И как по мне, это очень даже подходит черепашкам. А еще я отдаю предпочтение финальной версии Pizza Power именно сеговской версии. Да, все же мое сердечко принадлежит именно сеговскому саундтреку данной игры, а потому Бау беззаговорочно отходит ей. Да, не поймите меня неправильно, но я не могу это проигнорировать. С графикой во всех трех играх все понятно. Она хороша и лучше все же на аркадной версии, однако есть еще кое-что. Детализация. И тут внезапно, но сега с ее мрачной графикой вырывается вперед. Все здесь как будто лучше затушировано. Вы просто посмотрите на то, как отрисован Джоджо Шреддер, сколько деталей на его теле, этих складок, мышц. А черепашки? Они здесь и выглядят брутальнее, потому что про лучше нарисованы. Черт, да здесь даже Рокстеди выглядит из-за для этого опаснее, чем на Снессе. Да, Аркады и Снесс были гораздо ярче и красочнее, но сега лучше нарисована. Вы можете видеть различия опять же на экране Pizza Power. Тут на сеге черепахи выглядят гораздо более детализованными, чем на Снессе и Аркаде. Также здесь есть более отрисованная Эйприл, а еще на технодроме есть комната с множеством скелетов в капсулах. Судя по всему, здесь находится конвейер по производству футовых солдат. Уж очень меня это впечатлило в детстве. На мой взгляд, балл здесь смело можно отдать сеговской версии. Ну что же, как я уже и говорил, не поймите меня неправильно, я пытался быть наиболее объективным в плане сравнения и придушить свою ностальгию. И все же все три версии поистине шедевральны. У каждой есть свои плюсы и минусы. Да и вообще, если отдельно рассматривать каждую, то все трое одинаково претендуют на звание лучшей игры про черепашек-ниндзя. Тут есть все, что надо. Эстетика сериала, пробитный геймплей, дух той самой эпохи 90-х. Как я уже говорил, Тортл Сентайм навеки останется в моих воспоминаниях как лучшая игра про черепашек-ниндзя из когда-либо созданных человечеством. А сеговская версия по праву заслуживает титула самой любимейшей игры, которая сделала мое детство. Да и, наверное, многим другим. Эх, жаль видеть, что сейчас произошло с Канами, но мое сердце теперь теплится надеждами по Shredder's Revenge, которое, я надеюсь, будет стоить ожиданий. По правде говоря, завариваю себе сладкого чаю, выключаю свет в кабинете и сажусь в темноте глубокого утра или позднего вечера перепроходить сеговскую версию. Прямо, как было многие годы назад. Еще на маленьком телевизоре, который все же заставлял эту легендарную заставку зажечь и засиять красками. А потом я прохожу и снова чилю под легендарный экран Pizza Power, который в детстве просто обожал. Можно сказать, что это была одна из причин пройти эту игру. Что хочется сказать напоследок, так это то, чтобы вы играли в хорошие игры, независимо от года их выпуска. Хорошие игры выпускали всегда и лично для меня многие из них никогда не потеряют свои актуальности. Ведь в первую очередь они делают то, что и должны делать игры. Дарить положительные эмоции и приятные воспоминания. А остальное уже не важно. Да, некоторые игры задают такую высокую планку качества, что их будет очень сложно переплюнуть даже современными технологиями. Однако, это и хорошо, ведь именно такие игры, как Turtles in Time и Hyperstone Heist делают историю.